Вашингтонское убийство Радиоспектакль по повести американского писателя Элберта Карра Сара, дорогая моя! Добрый вечер, Этель! Я так удивилась, когда ты позвонила мне и до того обрадовалась. Все будут в восторге! И только сегодня утром мы с Джерри говорили, когда же наконец Сара приедет. Господи, Боже мой! Какое несчастье! Какое несчастье с Томом! Скоро уже полгода, а я всякий раз содрогаюсь от ужаса, стоит мне только об этом подумать. А ты хорошо выглядишь, Саша. Как тебе нравится мой новый красный парик? Как факел, горю огнем! Чудной, правда? Ну, знаешь, в моем божестве так хочется иногда почудить. И потом он очень удобен для приема. В гости в любой момент могут меня разыскать. Ты остаешься на ужин? Да. Пока тебя не было в Вашингтоне, я раздобыла сущие сокровища. Это Пиланг, мой второй шеф-повар. Он готовит изумительные восточные блюда. Все от них в восторге. Ах, ты сама бывала в тех краях, так что тебя поразить трудно. Как я тебе завидую, молодая. Можешь разъезжать по всему свету, смотреть все, что захочешь. И задавать политикам каверзные вопросы. И постоянно видеть свое имя в печати. Да, да. Но все-таки мы с Джерри провели зиму изумительно. В Потагвае. Там у Джерри ранчо. Это что-то сказочное, ты знаешь. Мы там не были много лет. Но теперь его старый друг, генерал Сильвестра, снова у власти. Милочка, как нас принимали? Ну, ты себя представить не можешь, как эти латиноамериканцы умеют ублажать гостей. Только одно было плохо. Их климат ужасен для моей астмы. Все ночи напролет в груди у меня хрипело. И я жила только на адреналине. Ну, что же это я тебя задерживаю? Столько народу, наверное, захочет тебя повидать. А, вот и Барби. Что-то она бледная, ты не находишь? Барби, иди сюда. Смотри, Сара вернулась. Здравствуй, Барби. Добрый вечер, Сара, добрый вечер. Наконец-то хоть одно человеческое лицо. Вот кого я действительно рада видеть. Где вы так чудно загорели? Давайте выберемся из толпы. По сравнению со всеми этими типами, даже девицы из нашего колледжа кажутся светилами. Прошлой осенью я поклялась больше на бабушкины приемы не ногой. Да, и все-таки я опять здесь. Барби, я тебе прощаю, что ты грубишь моим гостям. Ну, зачем называть меня бабушкой? И чему их сейчас учат в этих колледжах? Только нехорошим манером. Что это? У тебя еще один мартини? Да, это совершенно верно, еще один мартини. Что-то еще хочешь спросить? О! А что касается твоих гостей... Ради бога, остановись. Конечно, среди двухсот человек, собравшихся здесь, ты не можешь найти ни одного достойного тебя. Насколько я успела заметить, сегодня вы принимаете в основном военных. Да, отметьте их экзотические наряды. Мы по-прежнему культивируем наши латиноамериканские связи. Да, а слово «мы» бабушка всегда умудряется вложить в двоякий смысл. Что? Да, оно должно означать и семейство Чиверов, и правительство Соединенных Штатов. Ибо мисс Чивер твердо убеждена, пусть даже другие не разделяют этой уверенности, что приемы свои она устраивает в качестве неофициальной представительницы государственного департамента. Да невозможно, Барби! Ну что за язык, Сара? Послушайте, Сара, как только вы освободитесь, давайте где-нибудь сядем и поговорим. Очень вас прошу. А то тут полным-полно старых развратников и блудниц. Стоит чуть задеваться и обольешь коктейлем какого-нибудь там генерала или сенатора, или собственную мамочку, еще кого-нибудь. Ох, эта девчонка! Пока! У нее сейчас весенние каникулы, она гостит у нас с матерью Нелады. Ники тоже тут. Между ним такое соперничество. По-моему, это не дело, чтобы мать и дочь были в таких отношениях. Как ты считаешь? Ну, эти современные девицы, ох, до чего они трудны! Я никогда не знаю, что Барби скажет в следующую минуту. Ну, сейчас она очень переживает. У нее был неудачный роман. Потому она такая колючая. Вообще-то она славная девочка. Ты же знаешь. И фигурка у нее прелестная. Правда? Она выше матери, и бюст у нее не такой огромный. Скажи, Этель, Керк Норвин здесь? Да вот он. С министром юстиции говорит. Всегда ищи Керка рядом с самым высокопоставленным из гостей. По-моему, он все еще влюблен в тебя. Ты не собираешься за него замуж? Я? Нет. Жаль. А то можно было бы посплетничать в сласть. Смотри, не промахнись, Сар. Тебе известно, что он ушел из государственного департамента? Решил ехать к себе на запад, баллотироваться в Сенат. Чуть-то любив, да нельзя. Джерри считает, что он своего добьется. Если учесть, как долго он тебя дожидался, ты, пожалуй, перед ним немножко в долгу. Как тебе кажется? Ну, ладно, не утруждаю себя ответом. Это просто так, в шутку. Только вот что, Сар, прежде чем мы войдем, я должна тебя предупредить. Тут насчет тебя идут разговоры не слишком лесные. Да? Ну, насчет того, что ты не приехала на похороны Тома. Прошел слух, что перед самым твоим отъездом у вас с ним чуть дело не дошло до разрыва. Это неправда, Этель. Ну, разумеется. Но ты же сама знаешь, как Вашингтон обожает сплетни. Мне, например, довело слышать, что ты с ним порвала из-за... Ну, так ты не сердись, дорогая. Из-за моей невестки... Из-за Ники? Этель, мы с Томом любили друг друга. Это его история с Никей кончилась еще до того, как мы поженились. Серьезно, Сар? Но ведь мы же все видели их своими собственными глазами. Ну, тогда вечером в саду... Ну, что ж, я хорошо это помню еще бы. В тот вечер Том выпил лишнего. Ники воспользовался случаем и полезла его целовать. Нарочно, у всех на виду. Ну, конечно, я была взбешена. Но мы с ним все это обговорили и помирились до моего отъезда. О, Господи, какая досада! Нет, это я не о Нике. Все знают, что когда дело доходит до брюка, она сущая разбойница. Зачем ей только понадобилось женить на себе моего сына? Ну, ладно, я сейчас не о том. Какая досада, что мы не знали всего этого раньше. Понимаешь, когда ты не явилась на похороны... Когда пришла телеграмма о Томме, я была в Дамаске. Лежала в больнице со сломанной ключицей и вся в синяках. Что ты говоришь? Я попала в Сирию в разгар антиамериканских волнений и мою машину перевернули вместе со мной. Что ты говоришь? Мы же понятия не имели. Да, в газетах об этом ничего не было. Как раз в тот момент я напала на след одного интереснейшего материала. И чтобы не упустить его, мне лучше было не поднимать шума. И именно тогда и пришла телеграмма о Томме. Я поднялась с кровати, упала, вывихнула ту же ключицу, и тут со мной случился шок. Так мне, по крайней мере, да, потом сказали. Когда я очнулась, то лежала в постели в сильном жару. Один из сирийских врачей запросил телеграф на мою газету. Нельзя ли отложить похороны до моего возвращения? Вот. Они ответили, что когда смерть наступает от столбняка, кремацию лучше не откладывать. И не буду ли я возражать, если панихида состоится в назначенный день. Да, да, да. Я согласилась, чтобы они действовали без меня. О, Господи, Господи. Ну, тогда все ясно. Ведь мы знали о тебе только то, что нам сообщили в твоей редакции. А они сказали, что связались с тобой и что сейчас ты вернуться не можешь. Ну, вот мы все и решили, что ты на Тома в обиде. Сар, ну, почему же ты не приехала, когда ты вышла из больницы? Ведь у тебя же была масса дел в Вашингтоне. Надо же было решать всякие практические дела. Все эти практические вопросы, наследство и тому подобное уладило за меня информационное агентство, где работал Том. У него с ними был контракт. Все, что он для них написал, и все эти его архивы принадлежат им. Так что мне тут делать было нечего. Чего же ради мне было приезжать? Моя газета предложила мне остаться за границей в качестве разъездного корреспондента. А работа мне была просто необходима. Я должна была полностью взять себя в руки, прежде чем возвращаться в Вашингтон. Ведь это нетрудно понять. Да, да, конечно, конечно. Как бы это нам попасться на глаза Кэрку? А мы это сделаем проще. Кэрк, Кэрк. Иди-ка сюда. Ну, посмотри, кто у нас сегодня. Сарк. Вот ты вернулась, Сарк. Налей ей чего-нибудь, Кэрк, а я пойду поищу Джерри. То-то он обрадуется, увидев, Сарк. Верни. Ты ничего не сообщила в Телеграме, когда ты приедешь. Я бы встретил тебя в аэропорту. Вовсе незачем было тебя беспокоить. Я позвонила Этель, переоделась с дороги и сразу приехала сюда. Ты похудела, Сар. Лицо стало, ну, как бы это сказать, тонкое, прямо точёное. Ты, как всегда, прелестна. Мне нравится твоя прическа. Кажется, это называется поэтический сумбур. Обо мне поговорим потом. Сначала о деле. А что случилось? Случилось то, что три дня тому назад в Гонконге я получила письмо от Тома. От Тома? Вот именно. Аттемийский. Аттемийский. Девушки отдыхают. Замешан один из наших друзей. Дело неприятное. И чтобы я не удивлялась, когда до меня дойдут об этом слухи. И он этого друга назвал? Об этом я предоставляю тебе догадываться самому. Но во всяком случае, сопоставив письмо с тем, что его уже... В общем, обо всём случившемся я основательно призадумалась. Понятно. Да? У меня у самого возникали кое-какие подозрения. Вот как? А почему же ты мне ничего не сообщил? Фактов у меня не было. Ну, просто так, сомнений, что ли. А потом я решил, вряд ли стоит тебе докучать. Ох, Карк, и ты туда же. А чем я, собственно, виноват? Когда ты, наконец, стала писать мне, твои письма были такие, ну, сухие, холодные. Деловые. Иначе не скажешь. Сколько раз я пробовала описать тебе, что у меня на душе, и ничего не выходило. Слова, слова. В конце концов, я и пытаться перестала. Да и что тут можно сказать? Я любила Тома, а его уже нет. И точка. Что же заставило тебя вернуться сейчас? Письмо Тома? Я всё-таки не могу до конца разобраться, что же случилось в тот вечер. В вырезке, которую мне прислали из редакции, сказано только, что Том оцарапался в саду у Чиверов, розовый куст и заболел столбняком. Я так и не понимаю, почему же помощь не была оказана своевременно. Но мне оставалось одно – смириться с фактом. Я чувствовала себя, ну, как тебе объяснить, совершенно пустой. И всё-таки, и всё-таки в этой пустоте всё время шевелилось что-то, какое-то сомнение. А когда я получила его письмо, то вдруг... Ты решила, что это не был несчастный случай? Просто я хочу во всём удостовериться сама. Что же ты надеешься разузнать? Ведь прошло уже столько времени. Сама не знаю. Но я должна сделать всё, чтобы выяснить, что же всё-таки тогда произошло. Ты мне поможешь? Конечно, конечно, помогу. Ну, если только вообще что-нибудь можно сделать. Откровенно говоря, я даже не представляю себе, с чего начать. Я думал об этом все ночи напролёт и кое-то чего додумался. Но вот что касается доказательств... Где письмо Тому? Пожалуй, начнём с него. Оно у меня с собой. Я тебе его потом покажу. А, вот где наша беглянка. Добро пожаловать во свояси, Сара Бертон. Привет, Джерри. Что это ты собираешься показать Керку? Я подслушал. Надеюсь, такое, что можно и мне посмотреть. Письмо от Тома. Сара, передать тебе не могу, до чего эта история меня потрясла. И как тяжело я её переживал. Мне бы хотелось поговорить с тобой, Джерри. Когда у тебя выдастся свободная минутка. Ради бога, в любое время. Но послушай, сперва тебе надо выпить. Сейчас мы это устроим. Шотландское виски, как обычно. Правильно? У хозяина дома лучшая в мире память по части того, кто что пьёт. Не смейся надо мной, мой мальчик. Когда я был послом, это считалось главным моим достоинством. Наряду с миллионами моей жены. Ну, а кроме того, в доме, где потребляют только бурбон, человек, пьющий шотландское, белая ворона. Спасибо. Ну, как видишь, у нас всё по-прежнему людно. Вертимся, словно белка в колесе. Сам не пойму, почему мы всё это не бросим. Я всё жду, что тебя пригласят в Белый дом и предложат министерский портфель или что-нибудь в этом роде. Хо-хо-хо, никаких шансов. Моя жена, правда, ещё надеется. Но для этих ребят, вот там, наверху, почему-то я персона нон-грата. Даже не знаю, в чём тут дело. Ну, вот Керк, пожалуй, мог бы мне объяснить, государственному департаменту всё известно. Но выудить что-нибудь у Керка труднее, чем открыть бумажкой банку сардин. Хо-хо-хо. И потом, откровенно говоря, какие у меня для этого данные? Деньги моей жены? Но богатых людей у них и так полно. Нет, я себя не обманываю. Мы ведём такой образ жизни просто потому, что привыкли. Он нравится нам обоим, особенно Этель. В сущности, в этом её жизнь. Если уж ей не удаётся попасть моими стараниями в заголовки политических статей, то, угощая всех и вся, она фигурирует хотя бы в светской хронике. Простите, ваша жена делает мне какие-то знаки. Я оставлю вас на минуту. Идите, идите, идите. Ублажайте мою жену. Джерри, а мы не могли бы потолковать сейчас. Как ты считаешь? Сейчас? Вот сию минуту? Я понимаю, момент неудачный, но ничего не поделаешь. Может быть, это мой единственный шанс. Я должна знать всё, Джерри. Как, на твой взгляд, в обстоятельствах смерти Тома не было ничего загадочного. Загадочного? Нет. Нет. Мог бы ты мне рассказать всё точно, как это произошло. Может быть, выйдем куда-нибудь? Ну, ладно, раз тебе так хочется. Если только тебе не будет неловко перед гостями. Удаляясь откуда-нибудь с хорошенькой женщиной, я никогда не испытываю неловкости. Вот даме моей иногда бывает неловко. Это да. Джерри. Ох, молодость, молодость. Будь я лет на 20-30 моложе, такой парень, как Керк, не имел бы у тебя никаких шансов. Во всяком случае, если бы я был поблизости. Ты не сердись, что я болтаю всякую чепуху. Я приучаю себя нести бремя старости с некоторой элегантностью. Или хотя бы смотреть на это дело реалистически. Как сказал пожилой шотландец, с молоденькой девушкой, которая страшно нервничала из-за того, что очутила с ним в двухместном купе. Не надо волноваться, деточка. Больше всего на свете я интересуюсь выпивкой. Ах, вот и моя невестка. Царь, лапочка вернулась. Мне даже знать не дала. Ну как, надо мне обижаться на тебя? Не обязательно, Никки. Ведь я только сегодня приехала. Ах, ну тебе так и написано, что ты побывала в Париже. О, Париж, туалеты, свобода, любовь. Звучит очень мило, особенно если учесть, что приехала я из Азии. Туалетов оттуда не привезла никаких, свободы не обрела и любви тоже не испытала. Но ты стала какая-то другая, да? Ты вся какая-то новая. Просто только что из чистки, если ты имеешь в виду мое платье. А как Фред? Ах, я тоже переменилась. Все уверяют, что у меня тревожный затравленный взгляд. А ты по-прежнему никого не слушаешь, кроме себя. Изумительная способность. Вот еще, слушать кого-то на званых вечерах. По-моему, это и пытаться не стоит. Это было бы так утомительно. А ты заметила? Заметила что? Перемену во мне, в моем взгляде. Да что там, Ники? Если взгляд у тебя и бывает тревожный, так только при мысли о минувшей ночи. О, не очень-то ты любезна. Знаешь, сэр, язык твой враг твой. Мне-то, в общем, все равно, но ты его лучше попридержи для своей же пользы. Если только ты поняла, что я имею в виду. Да, поняла. Но ты сама знаешь, язык не всегда нас слушается. Проявляет иной раз излишнюю самостоятельность. Ники, Ники, это вот тот, но высокий в генеральской форме. Даже фамилии его не припомню. Не знаю, все они на одно лицо. Послушай, сэр, а правда люди вроде Керка и Джерри считают тебя страшно умной? И ты должна все время тянуться, чтобы не уронить Марку. Бедняга Том тоже так считал, но могу поручиться любому мужчине просто тошно слушать с утра до вечера умные разговоры. Ты хочешь сказать, что жизнь со мной была для Тома невыносимой? Из-за того, что я страшно умная, как ты выражаешься. Нет, нет, не приписывай мне того, чего я и не говорила, сэр. А я в самом деле рада, что ты вернулась. Мы по тебе ужасно скучали. И всякий раз, когда я проходила мимо вашего домика и видела закрытые ставни, я представляла себе, как ты прожигаешь жизнь в Париже, в Риме. Но я тебя не осуждаю. А я и сама поступила бы точно так же. Мне нельзя же требовать от женщины, чтобы она пребывала в трауре до конца своих дней. Ну, прекрати, Ники. Поболтаешь с Сарой потом. Нам с ней нужно кое-что обсудить. Отлично. Но если ты собираешься говорить о Томе, не забудь объяснить, отчего он так много пил в тот вечер. Ну, я пошла. Подожди. Это я должна знать. Так почему же Том много пил в тот вечер? А? А, Сар, ты женила его на себя. А сама стала носиться по всему свету. Он тут мыкался, как неприкаянный. Ясное дело, нуждался в утешении. Бедный мальчик. Мне стало так жаль его, когда я увидала, как он напивается. А уж потом я обнаружила его в саду. Так это ты его обнаружила? Где именно? Ну, как где? Под розовыми кустами. Мы с Артуром наткнулись на него. С Артуром? Да. С Артуром Оливаресом. Сигарету. Спасибо. В тебе появилось что-то такое, что внушает мне опасения. Какая-то печальная сосредоточенность. Словно бы для тебя на чём-то одном свет клином сошёлся. Да. Ты проницательный, Джерри. Вот уже сколько месяцев меня гвоздит одна мысль, что я в чём-то предала Тома. Сама не знаю в чём. Но на прошлой неделе я получила письмо. Он написал его перед смертью. И я поняла, что мне делать. С тех пор я уже не могу думать ни о чём другом. Я должен задать тебе один вопрос. Правда ли, что перед твоим отъездом у вас с Томми были, ну, скажем, неважные отношения? Не пойми меня, ложно. Том был от тебя без ума, это всем известно. Но у нас создалось впечатление, что ты была на него сердито. Сердито? Да я была просто взбешена. После того, как он здесь у вас выпил лишнего и выставил себя из-за Ники таким дураком, я с ним просто не разговаривала неделю. Я должна была выдержать роль оскорблённой жены. Том это понял. И когда он обещал мне, что больше не будет пить, мы с ним помирились. Мы любили друг друга Джерри. Собирались поездить вдвоём просто так, для собственного удовольствия, когда я вернусь из Сирии. У нас было решено, что я брошу работу, осяду в Вашингтоне, и мы заведём ребят. Ну, у меня отлегло от сердца. А то проклятые сплетники чешут языки, а потом попробуй отличи, где правда, а где выдумки. Так вот, насчёт письма от Тома. С моей стороны, не будет ни скромности, если я попрошу тебе рассказать, о чём оно. И ты считаешь, что его смерть как-то, ну, связана с этим? Что тут, ну, в общем, дело не чисто? Не чисто. Просто мне хочется разобраться во всём до конца. Видишь ли, когда человек постоянно пишет о всяких закулисных делах и знает подноготную множество людей, как Том, у него непременно должны быть враги. Но тебе, вероятно, известно, что информационное агентство, где он работал, присылало ко мне своего сотрудника. Он тщательно вник во все детали этой истории и, когда во всём разобрался, то сказал, что согласен с медицинским заключением. Смерть в результате несчастного случая. Видимо, так оно и есть. А всё-таки. Сам подумай, Джерри, столбняк. В наши дни в Америке от столбняка они умирают, если, конечно, поблизости есть врач. Когда я был мальчиком, эта болезнь называлась по-всякому. Челюстной спазмой, заражением крови. И от неё погибло порядочно народу, особенно ребятишек. А царапаются и забудут об этом. А инфекция делает своё дело. Тогда сыворотка ещё не была общедоступной. Сад заражён, стал бнячной бациллой. Что поделаешь? Кажется, она часто встречается в естественных удобрениях. Наш садовник применяет их для розовых кустов. Да и он и сам не так давно переболел столбняком. Правда, в лёгкой форме. И сыворотку ему ввели своевременно. А Тому слишком поздно? Да думали, правда, что вовремя. Но у него оказалась очень тяжёлая форма. Расскажи мне, Джерри, как всё это было. Со всеми подробностями, какие только вспомнишь, очень тебя прошу. Постараюсь, сар. Значит так. Так, в тот вечер народу собралось меньше обычного. Всего-навсего человек сто. Было порядочное латиноамериканцев. Том очень много пил. Тебя это удивляет? Даже очень. Ведь он дал мне обещание, а слов он на ветер не бросал. Должно быть, он сильно скучал по тебе. Ну, во всяком случае, не настолько, чтобы нарушить слово. Ведь, в конце концов, он же не был алкоголиком. Он всегда умел вовремя остановиться, стоило ему захотеть. И всё-таки в тот вечер он, вероятно, здорово нагрузился. Я видел его у стойки, он был не в себе. Я спросил, в порядке ли он, и он ответил, в порядке. Но голос у него был сиплый. Да, Том не любил признаваться, что ему плохо или что он перебрал. Но ты действительно видел, что он выпил больше обычного? Ну, вообще-то не видел, я же за ним не следил. Но это и так было ясно. А что он пил? Полагаю, то же, что и всегда, бурбон с содовым. А был ещё кто-нибудь в баре? Я хочу сказать, одновременно с ним. Ну, конечно. То одни заходили, то другие, масса народу. Помнится, я видел его с Керком, с Артуром Оливаресом, а после с Никки. Но тут вмешалась Этель, быстро это поломала и шепнула мне, что Том сильно пьян, и чтобы я как-нибудь, ну, потактичней, уговорил его выйти подышать свежим воздухом. Тогда я предложил ему прогуляться со мной по саду, посмотреть цветы. Последние в нынешнем сезоне, так я ему сказал. Меня смущало только одно. Ночь была тёмной, ни луны, ни звёзд. Впрочем, Том был не настолько пьян, чтобы не разгадать моего замысла. Сказал, чтобы я не беспокоился, и что лучше он посмотрит цветы сам. Вид у него был неважный, я не стал настаивать. Когда он выходил через стеклянную дверь, мне бросилось в глаза, что он пошатывается. Я ещё подумал тогда, это первый случай на моей памяти, чтобы Том не твёрдо держался на ногах. Ты меня не слушаешь? Нет, нет, слушаю. Очень внимательно. Просто смотрю, как сад красив. А розовых кустов стало меньше, чем в прошлом году, да? Узнаю свою Сару. Цепкий взгляд опытной журналистки. От него ничего не укроется. Правильно. Этель вдруг воспалала страстью к белым розам и посадила их вместо розовых. Говорит, розовый цвет – это жалкий компромисс. Джерри, можешь ты вспомнить точно, в котором часу Том вышел в сад? Точно не скажу. Помню только, что это было поздно. Народ уже расходился, а оставшимся сервировали ужин. Я разрывался. Надо было и гостей провожать, и обеспечить пилангу, нашему новому шеф-повару, всё, что ему понадобится. За ужином подавались только индонезийские блюда. Успех был колоссальный. Часов эдак в десять Керк спросил меня, где Том. И тут я сообразил, что за ужином его не было. Я ответил, что видел его только, как он выходил в сад. Тогда Керк пошёл искать его, сказал, что им надо кое о чём потолковать. Прошло несколько минут, он возвращается и говорит, что Тома в саду нет. Но вот мы и решили, что он ушёл, не попрощавшись. Как же могло получиться, что Керк его не нашёл, а Ники нашла? Тьма была кромешная, а сад у нас большой. Керк вполне мог не разглядеть в темноте чёрного костюма. А Ники с Артуром... Ты хочешь сказать, что они споткнулись от Тома? Что он напился до потери сознания? Вот именно. А кто такой Артура? Ах да, ты же с ним не знакома. Артура Оливарес. Он приехал в Вашингтон вскоре после твоего отъезда. Представитель нового потогвайского правительства, нет, который так недолго продержался у власти. Сам он парень славный, хотя его политические взгляды мне не по душе, радикал. Он красив, ничего не скажешь. У Барби был с ним роман. Она вдруг повадилась к нам, стала приезжать из колледжа на субботу и воскресенье, чтобы с ним встречаться. Думала, что мы ни о чём не догадываемся. Мы с Этель поговорили, с Фредом решили не вмешиваться. По правде сказать, он нам нравился. А с Томом он был знаком? О да, отношения у них были как будто самые дружеские. Я видел их вместе, они завтракали в метрополитен-клубе всего за несколько дней. А что было после того, как они с Никей обнаружили Тома? Никя вбежала в дом и шепнула мне, что с Томом неладно. Я вышел в сад, помог Артуру привести Тома в чувство. Когда он пришёл в себя, мы его усадили, но ему было очень скверно. Он едва мог говорить. Нам не хотелось, чтобы его кто-нибудь увидел в таком состоянии. Сама понимаешь, сколько было бы пересудов, достаточно того, что об этом знала Никя, болтушка такая. Я её, правда, предупредил, чтобы она молчала. Нам с Артурой едва удалось поставить Тома на ноги. Пришлось тащить его чуть ли не волоком. Мужчина 80 кг весом, это изрядный груз, доложу я тебе, если ноги его не слушаются. Но всё-таки мы внесли его во флигель для прислуги, положили там на кушетку. Вид у него был совсем больной. А Фред как раз находился у нас, и я послал Артура за ним. И Фред явился довольно скоро. Мне показалось, что он и сам перепил. Но он взглянул на Тома, пощупал у него пульс, потянул носом и сказал мне, что Том просто пьян. И лучше всего дать ему проспаться. Он обратил внимание на то, что у Тома исцарапан лоб. Принёс из ванной какой-то дезинфицирующий раствор и промыл царапины. Том разговаривал с вами? Да, немножко. Промормотал что-то в том смысле, что ему так неудобно. И он сам не понимает, как это вышло. И пусть его оставит одного. Всё будет в порядке. Говорил он, чуть слышно. Глаза у него закрывались сами собой. Никто не заметил, не мы не он сам, что у него глубокая царапина на руке, повыше запястья. И никто не обратил внимания, что у него на руке царапина. А знаешь, тебе бы называться не Сарой, а Дианой. Так я и вижу тебя на пьедестале с луком и колчаном со стрелами. Богиня-охотница, прелестная и беспощадная. Мраморная статуя. Да, по временам я и вправду чувствую, что превращаюсь в мраморную статую. Ты действительно любила Тома? Да, по-настоящему. Бедная девочка. Мне так жаль, Сара. Прости меня, Джерри. Ты так терпелив со мной, но я тебя долго не задержу. Так мы говорили насчёт царапины. Насчёт царапины. Никто из нас её не заметил. Она была под рукавом, никому и в голову не приходило туда заглянуть. Мы просто укрыли Том одеялом и оставили его на кушетке. Не тащить же его было в комнату для гостей, чтобы чужие увидели его в таком состоянии. Мне тоже пришлось изрядно выпить в тот вечер, так что утром я заспался. Была суббота. И только часов в десять за кофе я вдруг вспомнил про Тома. Пошёл в его комнату, где он лежал, а его там нет. Клифтон наш дворецкий рассказал мне, что Том проснулся рано и вызвал такси, и что вид у него был очень скверный. Немного спустя я позвонил к вам домой и спросил Тома, как он себя чувствует. Голос у него был куда бодрей. Он извинился за беспокойство, сказал, что сам не понимает, как его угораздило столько выпить. Вчера ему всё казалось, что и голова у него раздувается, как воздушный шар. Ничего, он сказал, что должно быть, схватил в саду ревматизм. Суставы и шеи задубенели. А он ничего не говорил про эту царапину на руке? Нет, в тот момент ничего. Потом пришла Этель, и я ей всё рассказал. Она забеспокоилась. Говорит, как бы Том не простудился насмерть, ведь он столько времени пролежал на сырой земле, и чтобы я непременно сегодня же зашёл его проведать. Я в тот день играл в гольф в горящем пне, а обратно поехал через Джорджтаун и зашёл к вам. Открыла ваша горничная и говорит, что мистер Бертон плохо себя чувствует и никого не велел принимать. Но я всё-таки поднялся к нему наверх и вижу, он лежит пластом, и у него явно жар. Он сказал, что шея у него совсем не сгибается, что до сих пор ему не хотелось звать врача, но, пожалуй, и надо бы. Ну, а что же насчёт царапины? Вот-вот я как раз к этому подхожу, я заметил, что он всё время трогает правую руку. Посмотрел и вижу, повыше запястья глубокая царапина, а кругом покраснела и распухла. Он мне сказал, что утром промыл её, но толку никакого. И тогда до меня дошло, ведь те же самые симптомы были у нашего садовника, когда он заболевал столбняком. Жар, шея не гнётся, кожа вокруг царапины воспалена. Я не стал терять времени. Мне было известно, что Том и Фред друг друга недолюбливают, так что я спросил, не вызвать ли мне постоянного врача. Он говорит, никакого врача у него нет, он уже несколько лет докторам не показывался, и чтобы я вызвал Фреда. Даже пытался шутить, мол, Фред наблюдал его с первой минуты, и было бы глупо менять врача в самый интересный момент. Мне это запомнилось, потому что он засмеялся, но лицо у него сразу искривилось, и он сказал, что ему больно смеяться. Ну, в общем, Фред тут же приехал, ввёл ему сыворотку и дал снотворные. Сказал, что положение очень серьёзное, и несколько дней, пока Том не выкарабкается, у его постели должна круглые сутки быть сиделка. Но он позвонил к себе в больницу. Минуточку, Джерри, извини. Когда Фред вводил сыворотку, он верил, что это спасёт Тома? А как же, полагаешь, что верил? Правда, насколько я могу припомнить, он этого не говорил. Но уж, конечно, мы никак не думали, что Том умрёт. А куда ты, собственно, клонишь? Просто хочу представить себе всю картину. Ну, дальше, Джерри. Ну, так вот. Как я уже сказал, Фред позвонил к себе в больницу, чтобы раздобыть для Тома сиделку. Но в субботний вечер это было совершенно невозможно. Он позвонил Керку. Думал, может, ему удастся кого-нибудь разыскать через государственный департамент. Он тут же примчался, но найти никого не сумел. Тогда я связался с Этель. Спросил, нет ли у неё кого-нибудь на примете. Она сказала, что нет, но что она приедет сама и побудет с Томом, покуда Фред не найдёт сиделку. Ты ведь знаешь, во время войны она добровольно работала в госпитале. И когда же явилась сиделка? В воскресенье утром. А вечером она вызвала Фреда. В понедельник утром Фред нам позвонил и сообщил, что состояние Тома очень его беспокоит. Сыворотка, видимо, не подействовала, так что Фред ввёл её вторично. Сделал поясничную пункцию, как это, кажется, у них называется. К этому средству прибегают лишь в самых крайних случаях. Сразу же я поехал к Тому, Кэрк был уже там. Послушай, ты в самом деле считаешь, что тебе надо знать все эти подробности? Да, решительно все. Ну что ж, будь по-твоему. Всё у него одервенело. Он не мог раскрыть рта. Малейшее движение причиняло ему невыносимую боль. Чтобы снять боли, ему вспрыснули изрядную дозу морфия. Но больше всего меня потрясла его жуткая ухмылка. Да, знаю. Не удивляйся, я много прочитала о столбнике. Значит, тебе известно, как это бывает. Страшные судороги и всё прочее. Фред говорил, ему первый раз в жизни пришлось столкнуться с такой острой формой. Есть Том не мог. Поворачивать его они боялись, поэтому вводили глюкозу внутривенно. Но ничего не помогло. Это была его последняя ночь. В понедельник на рассвете он скончался. Сар, передать тебе не могу. Как мне его жаль. Скажи мне, Фред будет у вас сегодня? Обычно он заезжает, если свободен. Я ему говорил, пора хорошенько приструнить Нике, пока она не его... А, вот вы где! Джерри, гости спрашивают тебя. Я с ног валюсь от усталости. Ты тут сидишь, развлекаешься разговорчиками. Или ты думаешь, что я могу справиться одна? Этель, тут моя вина. Мне нужно было расспросить Джерри о Томе. Пожалуйста, пойми меня. Ну, понимаю, мелочка, но ничего. Ты прости, если я слишком резко. Совершенно не сплю. Снотворные меня не берут, нервы расшатались. Из-за каждого пустяка я выхожу из себя. Сара получила письмо от Тома. Да? Оно дошло до неё совсем недавно. И у неё создалось впечатление, что смерть Тома не была результатом несчастного случая. Ты, Сара, ведь не против того, что я посвятил во всё Этель? Нет, конечно. Письмо Этель я дам тебе прочитать после. Правильно. А сейчас пойдём. Сара! А, Фред, здравствуй. Сара. Сара, Ники сказал мне, что ты здесь. Ты не могла бы уделить мне несколько минут? Мама, отец, вы не возражаете? Мне бы хотелось поговорить с Сарой с глазу на глаз. Пожалуйста, мы с отцом будем в гостиной. А ты изменился, Фред. Скажи лучше, постарел. Нет. У тебя очень усталый вид. Много работы? Ники. Сара. Керк говорит, ты не уверена, что Том умер своей смертью. Я хочу рассказать тебе, как всё это выглядело с моей медицинской точки зрения. Спасибо, Фред. Я охотно тебя выслушаю. Поверь мне, Сара, когда я подписывал заключение о смерти Тома, не было на свете медика несчастней меня. Что бы там ни болтали, а я любил Тома и уважал его. Я считаю, что он умер естественной смертью. У меня нет никаких оснований думать иначе. Но ведь обычно смерть от столбняка так быстро не наступает. Верно? Верно. Но у Тома была крайне тяжёлая форма. В моей практике такого случая не встречалось. интоксикация произошла чрезвычайно быстро. Есть люди с повышенной восприимчивостью к определённой инфекции. У них болезнь протекает особенно остро. Насколько я могу судить, так было и с Томом. Понимаю. И к тому же такое неудачное совпадение. Он был в состоянии ступора, вызванного алкоголем. Ты уверен, что именно алкоголем? Что ты хочешь этим сказать, Сара? Если он не был пьян, значит, я просто предполагаю, всё вышло из-за того, что Том проглядел эту царапину, не промыл её вовремя. Но ведь в наше время столбняк, заболевание довольно редкое. Ну, не такое уж редкое. У нас в Вашингтоне каждый год заболевает порядочно народу. К слову сказать, незадолго до этой беды с Томом заболел мамин садовник, не обработал ранку, и мне пришлось вводить ему сыворотку. Я отдал на бактериологический анализ удобрения, с которым он имел дело, и там оказалась столбнячная бацилла, да ещё в огромном количестве. Розовые кусты, видимо, кишели ею, когда Том оцарапался. Это ужасная штука, столбнячная бацилла. Выделяет пакость такая сильнейший яд, и когда он поражает нервные центры, ничего уже нельзя сделать. Единственное, в чём я себя винил, это то, что я не сразу заметил царапину у Тома на руке. Когда его принесли из сада, мне просто в голову не пришлось заглянуть ему под рукав. Да я и сам был не в форме, но постарался сделать всё, что нужно. Поверь мне, Сара. Ты мне вот что скажи, Фред. Как приготовляется культура столбнячной бациллы? Что? Это дело несложное. Берётся некоторое количество столбнячной бациллы, помещается в бутылку с питательной средой, и через три дня в твоём распоряжении целый полчища невидимых отравителей. Это может сделать любой? Любой. Надо только раздобыть бациллы и питательную среду. А что служит питательной средой? Обычно агар-агар. Микроорганизмы бурно в нём размножаются. Его приготовляют из особого вида морских водорослей. Получается такая студенистая масса. Слушай-ка, Сара, если ты в самом деле подозреваешь выброси это из головы, это же совершенно исключено. Значит, по-твоему, Фред, это исключено? Леди и джентльмены убийцами не бывают, да? Боже милостивый, я вижу, ты это всерьёз? Прости, Фред, я должна идти. Я пройду через эту дверь в сад? Да. Сарат? Сара? Да. Ты остаёшься ужинать? Пожалуй, да. Это всё, что ты хотел у меня спросить? Нет. Ты слышала, что я выставил свою кандидатуру в СИНА? Это я мне уже говорила. Тебе, наверное, предстоит серьёзная драка. Да, позиция сильная, но я знаю, что я сумею её одолеть. В наших краях семью Норвинов любят. Деньги для избирательной компании я раздобуду. Единственное, чего мне не хватает, это тебя. Ты хочешь сказать, что я буду эффектно выглядеть по телевизору в роли жены кандидата? Может быть, ещё с собачкой? Тебе вечно известно, что я хочу сказать. Если все эти годы я не говорил тебе прямо о своей любви, так только потому, что Том был моим другом. Ну, ты и сама это знаешь. Тома уже нет, и мне очень тоскливо без него. Но мы-то с тобой живы, так зачем же мне тосковать ещё и по тебе. Сара, прошло полгода. В наше время это вполне достаточный для траура срок. Мы с тобой зажили бы прекрасно, если только у тебя хоть что-нибудь ко мне есть. А ведь, наверное, есть всё-таки. Ты только подумай, я сенатор, ты иностранный обозреватель, лучшая в стране журналистка международница. Сара, да мы с тобой горы свернём. Слушай, выходи за меня. Спасибо, Кэрк, не могу. Ну, почему же? У тебя кто-нибудь есть? Никого у меня нет, просто Том всё ещё у меня в крови. Он словно бы преследует меня. Как это понимать? Ты просто сентиментальничаешь. Да, а по-моему это совсем не то слово. Ты вспомни, что чувствовал Гамлет при виде призрака. Вот у меня такое чувство, будто бы дух Тома взывает омщение. Может быть, это глупо, но я считаю своим долгом увериться, что... Что? А с каких это пор Сара Бертон боится называть вещи своими именами? Ты имеешь в виду причину смерти Тома, так? Ладно, взглянем фактом в лицо, разберёмся во всём до конца и покончим с этим. Я уже тебе говорил, что у меня были кое-какие подозрения, да и сейчас есть. Я считаю, Том погиб не своей смертью. Его убили. Вот моё мнение. Я хочу назвать убийцу Артура Оливарес. Тебе это имя известно? О, да. Я его то и дело слышу. Но зачем Оливаресу убивать Тома? Лучше я расскажу тебе всё по порядку. А ты знаешь, для чего Оливарес приезжал в Вашингтон? Я думала, как представитель своего правительства. Он должен был вести здесь переговор о признании Соединёнными Штатами нового режима в Патагвае и предоставлении займа. Займ нужен был позарез. Удирая за границу, Сильвестра обчистил казну и забрал всё до последнего цента. Новому правительству были необходимы деньги срочно на содержание армии, флота, на закупку продовольствия, снаряжения. Иначе, иначе ему было не удержаться у власти. Тут каждая неделя имела значение. Так вот, у Оливареса была задача добиться займа как можно быстрее. Мне поручили обо всём с ним договориться. Правда, тут были кое-какие сложности. Несколько лет тому назад, ещё во времена Сильвестры, мы предоставили по Тагваю большой займ 100 миллионов, и правительство Сильвестры не вернуло нам ни единого цента. Мы подозревали, хотя доказать этого так и не смогли, что большую часть денег Сильвестр прикарманил. Само по себе это не могло быть препятствием для нового займа, ведь в конце концов о нём просило другое правительство, которое к тому же ещё было нам по душе. Словом, мы подошли к делу без всякой предвзятости. Но вдруг эти проклятые идиоты конфисковали земельную собственность одного американца. Ну, мы, разумеется, заявили, пусть они её вернут, только тогда мы сможем дать им деньги. Я был уверен, что они не будут колебаться ни минуты. Однако, я замечаю, Оливарес вроде бы не торопится, выдвигает всякие возражения, тянет, затевает споры за каких-то формальностей. Потом-то я сообразил, в чём тут дело. Должно быть, Сильвестры с ним столковался, дал ему взятку, чтоб тот волынил. И это сработало. Как только стало ясно, что дело с займом затягивается, офицеры потагвайской армии довольно круто обошлись с новым правительством, и всё было кончено. Правительство пало, Сильвестра тут же вернулся к власти, а Оливарес потихоньку отбыл из Вашингтона в неизвестном направлении. Как видишь, всё одно к одному. Но при чём здесь Том? Мне очень тяжело тебе признаваться, Сарх. Но я боюсь, что втравил его в это дело я. Ещё когда я вёл с Оливаресом переговоры, я поделился с Томом своими подозрениями. И он страшно загорелся. Ты ведь знаешь, что он всегда был против диктаторов типа Сильвестры. Вот он и говорит, если ему удастся доказать, что Оливарес предатель, он его так разделает в своём очередном обзоре, что чертям тошно станет. По-моему, я снабдил его всеми необходимыми сведениями. Но прежде, чем напечатать статью, он, вероятно, решил переговорить с Оливаресом лично. Джерри видел, как они завтракали в метрополитенклубе. Оливарес, должно быть, учуял опасность и, как видно, решил любой ценой избежать разоблачения. Но ведь это только твоё предположение, Керк, не так ли? Предположение. Чёрт из два. Ты сопоставь факты. Оливаресу ясно, что он должен во что бы то ни стало помешать тому разобраться в ситуации и напечатать статью. Нельзя терять ни минуты. Они встречаются у Чиверов на следующем же приёме. Я видел их, они разговаривали в баре. Оливарес, должно быть, приготовился действовать. Ему ничего не стоило подлить что-нибудь Тому в стакан. И даже не очень сильные. Какие-нибудь там капли, которые действуют минут через 10-15. Есть такие. В сущности говоря, я не верю, будто Том много выпил в тот вечер. Я его видел перед тем, в баре. Он всё больше поглаживал свой стакан, опил очень умеренно. Но если ему туда что-нибудь подлили, ему стало плохо или начало клонить ко сну, он ни за что бы на свете не поднял шума. Помнишь? Он всегда говорил, хороший журналист ни в коем случае не должен фигурировать в статьях других журналистов. Помню. Ну, так вот. Именно поэтому он в таком случае или ушёл бы домой, или же, если бы он решил, что ему лучше не идти через главный вход, вышел бы на свежий воздух, в сад побродить, пока ему не станет легче. Именно так он и сделал. И вот тут-то Оливаросу выпал шанс. Он, разумеется, не пошёл бы на явные убийства. Нож или пуля отпадали, это был риск. Кто-нибудь мог увидеть или услышать, а потом труп в доме. Прости, сар, но я должен тебе пояснить. Если бы Том умер здесь, у Чиверов, это, безусловно, означало бы расследование. Значит, дело надо было повернуть так, чтобы всё выглядело как несчастный случай, а смерть наступила бы позднее. И Оливарос стал действовать соответственно. Значит, так, Том выходит в сад, Оливарос незаметно следует за ним, видит, как Том падает без сознания, может быть, даже сам подтаскивал его к розовым кустам или заталкивал под них, чтобы Том оцарапал лицо. И на этом он пока останавливается. Возможно, хочет удостовериться, что его никто не видел. В саду было темно, но из окон падал свет. И я думаю, что он меня заметил, когда я вышел поискать Тома. И ведь какое ужасное невезение. До розовых кустов я не дошёл. Ну, а Оливаросу это было на руку. Когда я вернулся в дом, он довершил остальное. Что же именно? с дискойстер он NS Оливаросу внес и в н Продолжай, продолжай, Керк. Итак, Оливарес... Оливарес хитёр. Он хотел, чтобы с ним кто-нибудь был, когда он найдёт Тома. Как я понимаю, он пошёл в дом и тут же разыскал Ники. До сих пор он всё своё внимание уделял Барби, и дело как будто бы шло к помолвке. Но ведь Ники – известная хищница, а тут пылкий латиноамериканец, высокий брюнет. Так станет ли она считаться с такой мелочью, как чувство собственной дочери? Стоило Оливаресу предложить ей пройтись по саду, как она сразу за ним побежала. И наш герой ведёт её прямо к розовым кустам. Тут он, словно невзначай, спотыкается о Тома и предпринимает всё, что нужно. Ему требуются считанные секунды, чтобы рассарапать Тому руку и ввести в царапину столбнячные бациллы. Каким же образом? Я полагаю, что он сделал укол в самую середину царапины. Подкожно. Царапина-то глубокая, так что точечный след от укола совершенно незаметен. А раздобыть эти бациллы – это дело несложное. В Южной Америке смерть от столбняка – обычное явление. Возможно, замысел у него возник тогда, когда он узнал, что у Чиверов заболел столбняком садовник. Этель рассказывал об этом каждому встречному и поперечному. Но ведь такая затея была бы очень сомнительной. Но что бы это ему дало? Ты представь себе, врач водит Тому сыворотку, Том выздоравливает, и Оливарес остаётся ни с чем. Мало того, его положение может даже ухудшиться, если у Тома возникнут подозрения. Вот тут-то и начинается самая гнусная часть его плана. Видишь ли, я выяснил кое-какие подробности. Обычно, когда в царапину попадают бациллы столбняка, то если даже сыворотку ввести через некоторое время спустя, всё равно подействует. Эти гады передохнут. Но если ввести инфекцию искусственно, так, чтобы она сразу попала в кровь, вот это уже совсем другой переплёт. Нормальная доза сыворотки рассчитана на обычную, сравнительно мягкую форму инфекции. Но она не спасает больного, если бациллу ввести в огромном количестве путём инъекций. А кроме того, в скором времени у больного смыкаются челюсти, и он уже не сможет говорить. Он совершенно беспомощен. О, этот Артура дьявольский хитёр. Ты понимаешь, сар? Скажи, а в письме Тома есть что-нибудь насчёт Оливареса? Да, его имя упоминается. Скажи, Керк, ты делился своими подозрениями с кем-нибудь, кроме меня? А что бы это дало? Оливарес вне пределов досягаемости. Прямых улик у меня нет. Тут ничего не поделаешь. Да если бы я поднял шум, прокового никакого не было. Только лишние неприятности для чиверов. А они и так всем этим страшно удрочены. А для чего же попусту затевать скандал? Да, такие, значит, дела. Пожалуй, пора идти в дом. Мы тут остались одни. Да. Ты можешь дать прочесть мне письмо Тома? Или у тебя есть какие-нибудь возражения? Здесь темно, ты ничего не увидишь. А я ношу с собой фонарик. Вот, смотри, какой рождественский подарок сделали мне чиверы. Вот он как раз и пригодится. Послушай, Кэрк, Том не разделял твои антипатии к Оливаресу. Когда он писал, что один из его друзей замешан в скверную историю, то он имел в виду кого-то другого. Да? Ну, полагаю, что это даёт мне право прочесть письмо. Как ты считаешь? Возьми. Родная, соскучился по тебе невероятно. А ведь у нас с тобой уже такой солидный супружеский стаж, целых три месяца. Тоска доливает меня с самого того дня отъезда. Помни своё обещание, это твоя последняя командировка. А тут ещё прицепилась какая-то странная хворь. Должно быть лёгкий грибок или что-нибудь в этом духе. Вчера вечером повалялся немного в саду на сырой холодной земле. Дело было у чиверов во время приёма. Ты заинтересована? Спешу присовокупить, что я был один. Вообще какая-то странная история. Выпил я, в сущности, совсем немного. Неужели мне что-нибудь подмешали в виски? У меня это просто не укладывается в голове. И всё же какое другое может быть объяснение? Перед самым ужином меня вдруг стало мутить и очень захотелось спать. Я вышел в сад, думал, прогуляюсь немножко, и, может быть, мне станет легче. Я понимал, что если сяду, меня развезёт окончательно, и поэтому старался ходить, но меня шатало всё сильнее. Я не разбирал дороги, была такая темень, ни луны, ни звёзд, и стоило мне немного отойти от освещенного дома, как я начал спотыкаться. Вдруг передо мной запрыгал узкий луч света, и чей-то голос я не разобрал, чей позвал том. Я побрёл, было на свет, но он погас. После этого, помнится, я заметил какие-то блики совсем рядом. Потом я свалился прямо на розовые кусты, а, может быть, меня кто-то на них толкнул. Что было дальше, не помню. Когда я очнулся, то сидел на земле, и меня поддерживали Джерри и Артура Оливарес. По-моему, ты с Оливаресом не знакома. Славный парень представляет в Вашингтоне новое потагвайское правительство. Они перенесли меня во флигель. Там я всхрапнул немного и вернулся домой. А теперь накачиваюсь чаем, лопая аспирин и усердно промывая ссадины, оцарапался о шипы, когда свалился на розовый куст. Так. До чего же это было не вовремя? Мне сейчас никак нельзя сваливаться ни на один день. Я напал на след одного весьма острого материала в связи с потагваем. И, возможно, придется туда лететь, если коллеги Оливареса в новом правительстве не сумеют раскопать нужные мне документы. Неприятно только, что если история эта выплывет наружу, один из наших друзей попадает в щекотливое положение. Я долго обдумывал этическую сторону дела и пришел к выводу, что выбора у меня нет, ведь на карту поставлена судьба целого народа. Я знаю, когда я тебе изложу все обстоятельства, ты со мной согласишься. А пока ограничусь этими несколькими сторонами, просто чтобы ты не испугалась, если все это вскроется еще до твоего возвращения, и до тебя станут доходить разные слухи. Ну, а теперь пойду, плюхнусь на свою одинокую постель и попробую одолеть эту непонятную хворь думами о тебе. Я убедился, что это великолепное средство от всех моих бед. Береги себя, избегай опасности, не броди по темным закоулкам Дамаска и пиши. Помни, моя любовь к тебе возрастает с каждым часом том. Сар, я рад, что ты показала мне это письмо. Должно быть, Том был в бреду, когда писал его. Ты это брось, Кэрк. Ну, ладно, в бреду или не в бреду, но во всяком случае он явно что-то не додумал. Оливарес, наверное, наврал ему стрекорова, чтобы замести следы. И хотя трудно себе представить, чтобы такой башковитый парень, как Том, на это клюнул, видимо, всё-таки так оно и было. Ну, неужели ты по-прежнему принимаешь всё это всерьёз после того, что я тебе рассказал? Просто я хочу всё знать до конца. Я должна избавиться от сомнений. Надо показать это письмо Джере Чиверу. Ведь как-никак эта история произошла у него в доме. Он имеет право знать, что Том тут пишет. Ты не возражаешь, если я дам ему прочитать письмо? Не возражаю. Идём. А-а-а, вот ты где, Сара. Кэрк уже обхаживает тебя. Вы, образумеется, остаёте с ужинастью. Сегодня у нас яванские блюда. Мой новый повар Пилан готовит восхитительно. Он сам из Джаккарты. И все продукты мы выписываем оттуда. Каждую неделю нам доставляет целый ящик огромных жестянок. В них заключены всевозможные специи. Они строят бешеных денег. Я уверена, что Пиланка и его дружки хорошенько на нас наживаются. Ну, зато такого меню нет ни в одном доме Вашингтона. Ну и молочи на живые, Этель. В своём роде замечательный импресарио. Ведь вы добились того, что приглашение на приём к Чиверам стало показателем общественного статуса. Чем-то таким, чем люди хвастают, как, скажем, картины Пикассо или с каковыми лошадьми. Очень мило сказано, Кэрк. Я, во всяком случае, намерена расценивать это как комплимент. А то ведь у Вас в каждом слове ищи какую-нибудь подковырку. Придётся мне потом поразмыслить над этой фразой. Он далеко пойдёт. Не правда ли, Сара? За этой представительной внешностью государственного мужа скрывается сердце Казанова и ум Маккенелли. Ох, до чего же пагубно действует Вашингтон на холстяков. Да. Джерри мне сказал, ты считаешь, что Тома убили? А тебе самой никогда это не приходило в голову? Что загадки и мысли, Сэр? Ну зачем же так? На моём месте, Этель, ты подумала бы то же самое. Да, пожалуй. Но это прошло столько времени. Разве теперь что-нибудь можно выяснить? Ну для тебя это, разумеется, имеет значение, я понимаю. А, к нам направляется Барби. Простите, но на сегодня с меня достаточное общество. Я пошла. Оставайся, Сар. Когда все разойдутся, мы хорошенько поговорим. Пока. Будьте другом, Сар. Позвольте мне выплакаться у вас на груди. Я вот-вот разребусь. Ну что ж, тогда я удаляюсь. Мы поговорим потом, Сара. Я отвезу тебя домой. Хорошо. Надеюсь, вы не собираетесь за него замуж. Сар, просто видеть не могу этого типа. Почему, Барби? Да так, пустяки. Он всего-навсего разбил мне жизнь. Что? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Выпейте со мной, Сара, за компанию. Вам, как обычно, шотландской виски? Да. Так каким же образом Кэрк испортил тебе жизнь? Не столько Кэрк, и бабка, и дед, и мать. Они устроили целый заговор. А для чего? А чтобы разучить меня с Артуром, вот для чего. Ах да, Сара, вы же не знаете Артура Аливареса. А он про вас знал, всегда читал ваши статьи. Я ему хвасталась, что знакома с вами. Однажды он сказал мне, я поражаюсь, как может молодая женщина с таким блеском писать о политике и о войне. Ах, Сара, Сара, я понимаю, каково вам без Тому. Потому что мне так же плохо без Артура. Но ведь Артура жив. И если вы любите друг друга... Да, любим, любим, любили. Я его люблю. Но он уехал, я не знаю, когда теперь я его увижу. Он не пишет. Зимой Джерри и отель ездили в Патагавай. Я тоже туда полетела. Надеялась разузнать, где он. Но раз генерал Селивестра снова пришел к власти, Артур не может вернуться на родину. Его убьют. Поговаривали, что он в Чили. Но точно никто ничего не знает. А как тебе понравилось ранчо, Джерри? Ранчо? А, ранчо. Ну, роскошное, разумеется. Тысячи акров земли, Огромные табуны, стада, Огромные усадьбы, Несколько деревень. И Джерри, скачущий на коне С пистолетом за поясом, С омбрером, сапогалок И прочих причиндалок Из гардероба Гаучи. Не дать не взять герой Из аргентинского фильма. А, бедняга Джерри. Ведь кроме этого ранчо У него никогда в жизни Ничего не было своего. И он ужасно гордился им. Он был совершенно убит, Когда новое потогвайское правительство Его конфисковало И радовался, как ребенок, Когда Селивестра опять пришел к власти И возвратил ему это ранчо. А он купил это ранчо, Когда был послом в Потогвайе? Не знаю. Не знаю. Я тогда была еще маленькая. Ей-богу, я всю жизнь Держала сторону деда. Открою вам один секрет, Если только вы не знаете его сами. Бабка, сущая скряга. Пусть вас не обманывают ее миллионы, Эти шикарные пьянки. Когда нужно кому-нибудь дать денег, Ух, как она зажимается. А хотите знать, Что она подарила мне на рождение? Настольные часы. Вот, даю честное слово, Старые настольные часы. Ну, валялись, наверное, у нее в шкафу годами. От Джерри она всю жизнь Выдает мелочно-карманные расходы. В молодости боялась, должно быть, Как бы он ни бросил ее, Если у него будут собственные деньги. Ведь он, понимаете ли, моложе ее. Я обожаю выбалтывать Всякие семейные дрязги. На душе веселее становится. Бабка и в отношении папы Показала себя страшнейшей скупердяйкой. Ведь он хотел быть археологом. Это она его загнала на медицинский. Исключительно ради денег. Объявила, что он недостаточно одарен Для интеллектуальной профессии, Но что при ее связях Ему обеспечена в Вашингтоне Прибыльная практика. И он ей покорился, как все. Ух, бабка! Да я бы ей с удовольствием Плюнула в глаза. Ух, вцепится в какого-нибудь Несчастного дуралея. И держит его в когтях. Всегда она так. Вот сейчас вцепилась в Керка. И по делам ему. В Керка? Ну да. Керк мятит в сенаторы. А неужели же вы думаете, Что он сможет провести Избирательную кампанию На свои собственные деньги? Барби, 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 Надо бы закусить. Нет, нет, пока не ходите туда. Любители пожрать на драмовщину Облепили буфет. Вам придется выстоять целую очередь. А потом Я хотела вас кое о чем попросить. Насчет Артура. Ведь вы Газетчики. Можете разузнать, Чуть ли не все на свете. Правда? Так вот. Не могли бы вы каким-нибудь образом Разыскать мне Артура? Попытаюсь. Думаю, что нашим корреспондентам В Южной Америке Удастся установить Его место пребывания. Спасибо. Спасибо, Сара. Спасибо. Барби, Я старше тебя почти на 10 лет. Я не уверена, Что это дает мне право Тебя наставлять. Но я тоже Очень тебя симпатизирую. И поэтому я буду Говорить с тобой откровенно. Конечно, Сара. Не считаешь ли ты, Что Артура сам Должен установить С тобой связь? Ведь если он тебя любит. Да, любит. Я знаю, Сар. Любит. Он не обманщик. Ах, как жаль, Что вы с ним не знакомы. Замечательный человек. И любит меня Не меньше, чем я его. У нас в семействе Об этом не знали. Но я раз в пять Приезжала сюда Из колледжа на субботу И в воскресенье, Чтобы с ним встретиться. Нам было так хорошо вдвоём. Мы собирались Объявить о нашей помолвке. Это было как раз За несколько дней До того, До того, как умер Том. А потом всё рухнуло. Барби, Ты была здесь в тот вечер. Расскажи, Как всё это было? Этого вечера Мне никогда не забыть. Артура был взбешён. Это его Керк довёл. Он сказал мне, Керк обвиняет его в том, Что будто он нарочно Затягивает переговоры. Враньё, конечно. Именно Керк Выискивал тысячи Всяких поводов для тяжек. Мы ходили с Артура по саду, И я помню, Какое у него было лицо, Когда он сказал, Что из одного интрига на чинуши Под угрозу поставлено Будущее целого народа. И что с этим нельзя мириться. Он о чём-то хотел поговорить с Томом. Искал его. Том ему так нравился, Сар. Потом я видела его, Как они разговаривали в баре. Ну, а после этого... О, Сар, это было ужасно. Говори, Барби, говори. Я с кем-то болтала. Вдруг вижу, Мать выходит с Артура в сад. Она держит его под руку. Сперва я подумала, Что Артура решила рассказать ей про нас. Мне только было непонятно, Зачем для этого идти в сад. Минута идёт за минутой, А их всё нет и нет. Тут я встревожилась. Я ведь знаю, Что является собой моя мамаша, Когда выпьет. Вернее сказать, Я вообще знаю свою мамочку. Подробности вдаваться не будем. Вдруг она влетает в салон, Одна вся красная, Подбегает к Джерри, И он за ней бегом уходит в сад. Я испугалась, Не случилось ли что с Артура. И побежал за ними. В саду было темно, И я ничего не увидела, Но слышала голоса. А потом показались Артура и Джерри, За ними мать. Они, можно сказать, Несли Тома на себе. Но видно было, Что идти он не в состоянии. Я спросила мать, Что происходит? Она говорит, Ничего особенного. Просто Том напился До потери сознания И ушла в дом. Джерри и Артура Внесли Тома во флигель Для прислуги. А я осталась ждать в двери. Очень скоро Артура вышел И сказал мне, Что должен разыскать моего отца И что Тому нужен врач. И тоже ушел в дом. Я за ним. И вот тогда-то Я заметила это. Что же, Барби? Следы помады у него На щеках и на губах. Это была оранжевая помада матери. Ух, сар, Я передать вам не могу, Что со мной сделалось. Мне хотелось Кого-нибудь убить. И я сразу поняла, Что она проделала Или пыталась проделать. Ну, а все, что было потом, Какой-то сплошной кошмар. Я понимала, Что Артура не виноват, Но была так взбешена, Что не утерпела И накинулась на него. Прежде всего, говорю, Ступай И сотри со своей физиономию Помаду, крыса, ты вонючая. А потом возвращайся, И я тебе популярно объясню, Какая ты гнусная мразь. Надо же было такой ляпнуть. И кому? Латинуамериканцу. Они такие гордые. Он весь побелел И говорит, Ну что ж, пусть. Теперь нам все равно Не на что надеяться. И ушел. Совсем ушел. И больше вы не встречались? Нет. Встретились еще раз. На завтра я позвонила ему, И тут я поняла, Что любит он меня по-настоящему. Он сказал, Что тоже хочет со мной видеться. Мы с ним позавтракали вместе. Он был такой серьезный. А помаде ни слова. Вероятно, Это ему было все противно До последней степени. Сказал, что любит меня. Но что брак был бы связан С большими трудностями. Я поняла это так. Он увидел, Что за штучка моя мамаша И боится, Как бы я не пошла по ее стопам. Но он говорит, Нет, тут совсем другие причины. Я стала допытываться, Какие? Ну какие? Наконец он сказал, Что не хочет становиться Между мной и моей семьей. А я говорю, Мне на мое семейство плевать. Я люблю только его. Куда он, туда и я. Тогда он поцеловал мне руку, И вид у него был такой, Словно я всадила ему нож Прямо в сердце. Он все твердил. Это трудно, Невероятно трудно. Ему было пора возвращаться В свою приемную, И мы договорились Встретиться на другой день. Но больше уже не встречались. В тот же вечер Пришло известие, Что Сильвестр поднял мятеж, И Артура получил От своего правительства Телеграмму его срочно отзывали. Он позвонил мне, Чтобы проститься. Он страшно торопился на самолет. И это был последний раз, Когда я слышала его голос. Ты думаешь, Что он ранен в бою? Нет. Я уверена, Что он цел и невредим. Дед узнавал, По моей просьбе, Прежнее правительство И его служащие Уехали в другие страны. По слухам, Артура в Чили. Но его адреса Мы раздобыть не смогли. Он перешел на нелегальное положение Или что-то в этом роде. Но словом, Мне с ним связаться не удалось. А сам он не пишет. Считает, наверное, Что все равно нет смысла. Между ним и мною Стала моя семья. И к тому же Он на положении беженца. Да, вполне возможно. Вероятно, Он думает, Что тебе лучше его забыть. Как будто это в моих силах. Ну, ну, ну. Но вы мне поможете, Сар. Да? Вы же мне обещали. Я сделаю все, что смогу. А сейчас, Барви, Приведи себя в порядок И ступай поеду. Ну, иди, иди, иди. Вот где скрывается Богиня Диана. Кэрк показал мне письмо Тома. И я позволил себе Ознакомить с его содержанием Остальных членов семьи. Ах да, ты ведь хочешь Его получить обратно. На, держи. Джерри, Ты разделяешь мнение Кэрка, Что Тома убил Артура Оливарес? Ответить на этот вопрос Чертовски трудно. Какие, собственно, Это доказательства? И зачем мне Применно доказывать, Что это убийство, Когда вероятнее всего Тут просто Несчастный случай? Сара, я понимаю, Каково тебе, Но так же нельзя. Том погиб. Думай о будущем, А не о прошлом. Ты красивая, Одарённая, Молодая, У тебя вся жизнь впереди. Не отдавай себя В жертву прошлому. Я не собираюсь, Я не собираюсь с Джерри. Просто сделаю то, Что считаю своим Профессиональным долгом. Том погиб, Работая над важной статьёй. И я намерена Докончить её за него. Ну и Как у тебя идёт дело? Кое-что начинает Вырисовываться. Понятно. Надеюсь, Ты не натворишь ошибок. Постараюсь. Ещё стаканчик вина? Нет, спасибо. Вино превосходное И ужин тоже. Но с меня достаточно. Пойду пройду с посаду. Как знаешь. Сара, Ты уже готова? Все уже разошлись? Я обещал тебя отвезти домой. Ты готова ехать? Нет, Кэрк. Я тебя задерживаю. Мне надо кое о чём Переговорить с щиверами. Со всеми сразу. О, Господи. Они же с ног валятся. Мы все умираем, Хотим спать. Чертовски неподходящий Момент для разговора. Для того, Что я собираюсь им сообщить, Любой момент Будет чертовски неподходящим. Как это понимать? Сара, мы хотим поговорить с тобой. Да. Я всё думаю о том, Что ты сказала мне за ужином. Мы любим тебя, Ты это знаешь. И всей душой Сочувствуем твоему горе. Но не кажется ли тебе, Что ты Хватила через край? У меня создалось Такое впечатление, Что ты считаешь Одного из нас Убийцей Тома. Так ведь, Сущность? Ты уж мне прости, Но я должен сказать тебе, Это просто смешно. Это совсем не Подружески. И очень нам неприятно. Вам неприятно? Но Тому Тоже было неприятно, Если ты помнишь. Не подружески говоришь. Извини, Джерри, Но, пожалуй, Правильнее будет, Если вы с этой минуты Перестаньте считать меня гостей. В данный момент Я журналистка И собираю материал Для статьи. А насколько Всё это смешно, Ну что ж, Посмотрим. Для статьи, Сар? Какая такая статья? Мне никто ничего не говорил Ни про какую статью. И вообще, Я считаю, Это нечестно с твоей стороны. Приходить сюда Под видом нашей приятельницы, Потом писать про нас статьи? Том никогда так не делал. А ведь он был знаком с нами Гораздо дольше, чем ты. Мне кажется, Я знала его достаточно хорошо, Чтобы сказать... Прекрати, Ники. Да, но... Довольно, Ники, прекрати. Так я хочу познакомить вас С содержанием моей статьи. У вас есть на это право, Потому что вы все будете В ней фигурировать. Что? Что такое? Я намерена напечатать её В одном из ведущих журналов. Заголовок будет в таком Примерно роде. Кто убил моего мужа Тома Бертона? Ну, это... Звучит, разумеется, Сенсационно, Но это как раз мне на руку. Моя цель Вынудить полицию Заняться расследованием Обстоятельств смерти Тома. Полагаю, Что по собственной инициативе Без нажима Вашингтонская полиция Не станет раскапывать Эту скандальную историю. Они побоятся задеть Такого влиятельного человека, Как ты, Джерри. Но когда я опубликую В каком-нибудь видном журнале Острую обличительную статью И заручусь поддержкой Своих друзей в Конгрессе, То, полагаю, Мне удастся заставить полицию Начать расследование. А как на ваш взгляд? Мне надо выпить. Барби довольна. Ну ладно, Фред на ленье. Пожалуйста, папочка, Джин с тоником. Тебе, Сара. Пожалуйста. Как всегда, шотландская. Ты же знаешь, Другого я не пью. Итак, Сара, Мы тебя слушаем. Моя статья начинается С тебя, Кэрк. Да? Ты обвинил Оливареса В том, что он затягивал Переговоры о предоставлении Займа под Агваю. Если это правда, То вполне может быть, Что Оливарес работал на Сильвестра. И именно он убил Тому, Чтобы избежать разоблачения. Нет, нет, Сар. Он ненавидел Сильвестра. Никогда в жизни Он не стал повредить Тому. Он к нему был очень расположен. И Тому Оливарес был по душе. Он написал мне об этом в письме. А ведь он разбирался в людях. И его нелегко было провести. Так вот, Кэрк, В статье мне придется Проанализировать такой вариант. Лгал вовсе не Оливарес, А ты. На твоем месте, Сара, Я бы такого писать не стал. Ты знаешь, Как я к тебе отношусь. Но это не помешает мне Схватиться с тобой, Если ты хочешь схватки. Есть, знаешь, такая вещь, Как закон о клевете. О, да, я об этом законе знаю. Но как журналистка, Я знаю так же, как его обойти. И в то же время сказать Все, что мне нужно. Так что ты за меня не беспокойся, Кэрк. Я умею подавать материал в печати. Я же не напишу прямо так в лоб, Что ты солгал. Нет, я только задам вопрос. Если ты лгал, То для чего? Из каких побуждений? Интересно. Да, при твоем положении В государственном департаменте, Кэрк, Для тебя не составляло труда Затягивать переговоры о займе. Ты понимал, что это приведет К падению нового правительства. И у власти снова окажется Сильвестра. Но я не хочу этим сказать, Что Сильвестра тебя подкупил. Нет, по-моему, Кэрк, Я достаточно хорошо тебя знаю. Ты очень чисто любив. Карьера у тебя на первом плане, А деньги на втором. И ты в жизни не стал бы рисковать Ради денег своим будущим. Ты же метишь в правительство. Нет, стяжателем ты никогда не был. И на том спасибо. Больше тебе благодарить меня будет не за что. Ведь остается еще нерешенным вопрос, Если не взятка, То что же все-таки Побуждало тебя затягивать переговоры? Если только действительно я их затягиваю. Совершенно верно. Вот я и переберу в статье Все твои возможные мотивы. И мне кажется, Не лишено интереса следующее обстоятельство. Через пять месяцев После возвращения Сильвестра к власти Ты ушел из государственного департамента И оповестил всех и вся, Что намерен баллотироваться в Сенат От своего родного штата. Ну да. Да. Но ведь для этого нужны немалые деньги. И негласная поддержка влиятельных людей. Другими словами, Тебе нужен богатый покровитель, Вроде твоего хорошего приятеля, Джерри. Я не делаю никакого секрета Из того, что поддерживаю Керка. Да, Сар. Я его, безусловно, поддерживаю. Он мой друг. Из него будет отличный сенатор. Так чего бы мне не помочь ему? Все это так. Но, может быть, было бы правильнее сказать, Что его поддерживает Этель, А вовсе не ты, Джерри? Сара, я никогда не предполагала, Что ты можешь быть так груба. Ничего, дружок, ничего. Просто у Сары натянуты нервы. Всем известно, что деньги твои, И что мы с тобой действуем сообща. Так что ты не обращай внимания, пожалуйста. Как не обращай внимания? Теперь рассмотрим факты В их последовательности. Возникает вопрос. Если Керк задерживал Предоставление займа по Тагваю, То не действовал ли он В ваших интересах? Ты слышишь, Джерри? Не потому ли он затягивал Переговоры с Оливаресом, Что это было выгодно вам, А стало быть полезно И для его политической карьеры? Пожалуй, надо было бы тебе дать Напечатать эту статью. Я бы смог содрать миллион За дефамацию из того журнала, Который ее опубликует. Довольно витать в облаках, Сара, спустись на землю. Ты же знаешь, Как работает Госдепартамент. Каждый этап переговоров С Оливаресом фиксировался, И отчеты подшивались в досье. Если где-нибудь и случалась задержка, То все записано в документах черным по белому, С изложением причин И утверждением всеми инстанциями. Ну еще бы, Это само собой разумеется. Ясное дело, Ты прикрылся всякими отчетами И объяснительными записками, Не подкопаться. Но я же и не пытаюсь разоблачать Недостатки в работе Государственного департамента. Сейчас речь идет Об убийстве. Да. Так вот, Чтобы понять, Как произошло убийство, Необходимо разобраться в мотивах, Которыми руководствовался убийца. И мне думается, Я в них разобралась. Но-но. Из-за проволочек с займом Потагвайское правительство Потеряло поддержку армии, И к власти снова пришел Сильвестра. Сперва я подумала, А может, с займом тянули Просто для того, Чтобы помочь Сильвестра? Ведь всем известно, Джерри, Что он твой приятель. Но у меня одно вызывало сомнение. Неужели ты мог пойти на такой риск, Вступить с Керком в сговор, Чтобы сорвать планы Нашей дипломатии в Потагвай? И все это ради старой деловой дружбы? Не могу поверить. И я не могу. Значит, мы наконец-то пришли к соглашению. О нет, Джерри. Ты мог и по другой причине желать, Чтобы Сильвестра снова стал диктатором. И чтобы понять ее, Надо вернуться к тем временам, Когда ты был в Потагвае послом, А Сильвестра полновластным хозяином. Сильвестра полновластным хозяином. Сильвестра полновластным хозяином. Мы тут с Керком разговаривали перед ужином, И он, между прочим, напомнил мне, Что в те времена Соединенные Штаты Предоставили правительству Сильвестра Изрядный займ. Сделано это было, несомненно, По твоей рекомендации, Ведь ты тогда был послом в Потагвае. Кстати, денег этих Сильвестра Так и не вернул. Ни одного цента. А потом произошла интересная вещь. Ты приобрел в Потагвае огромное ранчо. Оно стоит уйму денег. Ну и что-то удивительного. Мы можем себе это позволить. Разумеется. Все дело в том, купили ли вы его. Вот где зарыта собака. Конечно, купили. В таком случае вы сможете это доказать, Предъявив купчую и чеки. Ты в конец обнаглела. Мы ничего не намерены тебе предъявлять. Правильно. Вам и не придется ничего предъявлять, Пока полиция не потребует. А когда потребует, Вряд ли у вас найдутся хоть какие-нибудь Оправдательные документы. Я так думаю. Потому что я и представить себе не могу, Чтобы ты, Этель, Всадила столько денег в поместье Где-то там, в Южной Америке. Ведь оно стоит миллионы. Вложить деньжище в ранчо. Да еще в такой стране, как Патагвай. Нет. Ты не могла не видеть, Что предприятие это по меньшей мере рискованное. Да и на что оно вам? Это ранчо. Проводить там отдых? Ненужная роскошь. Оно так далеко, Что просто нет смысла его содержать. Этой зимой вы съездили туда впервые. За столько лет. Нет, Этель, Я слишком высокого мнения О твоем хваленном финансовом чутье, Чтобы поверить, будто ты Ухлопала на ранчо столько денег. Даже из желания сделать Джерри приятное. Какой-нибудь чисто символический платеж, Несколько тысяч долларов, Чтобы оформить сделку официально. Вот это, пожалуй, еще могло бы быть. Но, вероятнее всего, Ранчо подарено Джерри Генералом Сильвестра В знак благодарности за помощь В каком-то деле. Ведь этот диктатор, Ведь этот диктатор, должно быть, Конфисковал у своих противников Немало поместьй. Вот он потом и раздаривал их тем, Кто ему полезен, Или мог оказаться полезным. Стало быть так, У меня есть Ранчо в Патагвай, И я опасался, Как бы новое правительство Не конфисковало его, Боялся его потерять, И поэтому, наряду со многими другими, Хотел, чтобы Сильвестра Вернулся к власти. И вот это Ты хочешь выдвинуть Как мотив убийства. Фантазия, бред какой-то. Нет, сэр, У тебя просто сдали нервы. Тебе надо отдохнуть. Ты пытаешься увести меня в сторону. Но я кое-что повидала на своем веку. Я-то знаю, Как трутся колесики В правительственном механизме. Я вовсе не утверждаю, Что главным твоим побуждением Было сохранить Ранчо. Хотя, безусловно, И это сыграло известную роль. Нет, суть вот в чем. Каким образом ты его получил? Так сколько ты за него отдал, а, Джерри? Мне как-то не нравится, Что хорошенькая молодая женщина Разыгрывает из себя прокурора. Да еще в моем доме. Что ж, тогда сделаем иначе. Вы не возражаете, Если я подниму этот вопрос В своей статье? Что я говорю? Он заинтересует очень многих. В том числе, Кое-кого в государственном департаменте. В министерстве юстиции. И даже в Белом доме. Ведь если ты, Джерри, Будучи послом, Принял от главы правительства, При котором был аккредитован Ценный подарок, То ты совершил Серьезное преступление. Если ты помог Потагвайскому диктатору Выжить из нашего правительства Сто миллионов долларов И получил от него взятку, Это пахнет Несколькими годами тюрьмы И лишением гражданства. Ты будешь опозорен на всю жизнь. Вот это, Джерри, На мой взгляд, Достаточно серьёзный мотив Для убийства. Нет, сэр. Пожалуйста, не говорите так. Только не дедушка. Не будь дурой, Барби. И меня не считай дураком. О таких вещах, Как честь и порядочность, Говорить не будем, Поскольку мою порядочность Ты явно не веришь. Так вот, Не говоря уже об этих элементарных вещах, Неужели же я, по-твоему, Настолько глуп, Чтобы пойти на такой риск, Принять от Сильвестро ранчо В подарок? Ну, если бы ты действительно Считал это риском, То, разумеется, не принял бы. Но ты был уверен, Что об этом ни одна душа не узнает. Не сомневаюсь, Что была составлена купчая, Притом по всей форме, И в ней значилась солидная сумма, Которую ты якобы уплатил за ранчо. Покуда Сильвестро Оставался у власти, Ты был в полной безопасности. В то время никто не осмеливался Пойти против него. А соблазн получить ранчо Был так велик, Что ты не устоял. Тебе страшно хотелось иметь Хоть что-нибудь своё. Сознавать, что ты не просто Муж богатой жены, А сам по себе богат. Ведь эта мысль наверняка Гвоздила тебя долгие годы. А, Джерри? Джерри, не позволяй Не говорить так с тобой. Пускай выговорится. Она просто переутомлена. И чем скорее она отделается Своей бредовой идеей, Тем скорее мы сможем Обо всём этом позабыть. Она опомнится, я уверен. Да, ведь такие вещи, Джерри, Трудно сохранить в тайне. Уж, конечно, в Потагвай Об этом кто-нибудь да проведал. И здесь кое-кто догадывался. Ведь до сих пор непонятно, Почему ты тогда ушёл Со своей должности И больше уже не получал Никаких назначений. Бесспорно, В государственном департаменте Кое у кого возникли подозрения. Ну, для того, Чтобы начать расследование, Видимо, было маловато фактов. И потом, Для государственного департамента Такой скандал Нож острый. И они предпочли бы его избежать. Верно, Кэрк? Это ты так говоришь. И ты ещё пожалеешь об этом. Да? Ну что ж, посмотрим. Вполне можно себе представить, Как разворачивались события После того, Как Сильвестры свергли И вышвырнули из Потагвая. Владелец поместья, Естественно, И потребовал его обратно. Тогда новое правительство Конфисковало ранчо И стало выяснять, При каких обстоятельствах Оно было передано тебе, Джерри. И вот тут над тобой Неожиданно нависла серьёзная опасность. Ведь если выяснится, Что твоя купчая липа, И если федеральный суд Наложит арест на ваш счёт в банке, Это конец. Если, 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 если... Не впадай в истерику, Кэрк. Вот кое-какие факты. Мне их сообщил ты сам. Белый дом относился К новому потагвайскому правительству Сочувственно. Казалось бы, заём дело верное. У тебя не было никаких оснований Затягивать переговоры. Но вдруг ты узнаёшь, Что конфисковано ранчо. Ага, повод найден. Ты уже можешь прервать переговоры И заявить, что они не возобновятся До тех пор, Покуда ранчо не будет возвращено Американскому гражданину, То есть тебе, Джерри. Ну и что же? Вполне разумная тактика. Очень многие конгрессмены поддержали бы меня. Возможно. Но вся суть в том, Что при желании Ты мог отложить вопрос о ранче И ускорить решение насчёт займа. Ты ведь не станешь этого отрицать Или подтверждать? Чего ради? Ну, хотя бы ради того, Чтобы облегчить свою совесть. Во всяком случае, Ход рассуждений Твоих и Джерри ясен. Потагвайское правительство В любой момент Могло послать Оливаресу документы, Подтверждающие, Что Джерри получил ранчо От Сильвестра в подарок. Если бы эта история Всплыла на свет Божий, Тогда всё, катастрофа. Но Джерри не растерялся. Он тут же решил Приручить Оливареса. Сделать его своим другом. И вот вы стали приглашать Артура На свои знаменитые приёмы. Всячески его обхаживать. Познакомили его с Барби. Барби, а ты, Барби, Едва ли понимала, что происходит. Я не сомневаюсь, Что вы полюбили друг друга По-настоящему. Но ваш роман Всячески поощряли. Этели, Джерри надеялись, Что как будущий муж Или даже любовник Их внучки Артура Будет плясать под их дудку. И если дело дойдёт до скандала, Поможет его замять. Бедняжка Барби, Всё это время Ты приезжала сюда из колледжа На уикенд Только для того, Чтобы встретиться с Артуром. Думала, никто Ни о чём не догадывается. Они всё знали И ликовали в душе. Вашу любовь использовали Как прикрытие. Нет, нет, не может быть. Да, Барби, да. Всегда лучше знать правду, Пусть это и больно. Теперь им уже ничего не утаить. Вот что за людишки. Вот что скрывается За всем этим блеском и шиком. Не обращай внимания, Барби. Это же абсолютно бездоказательно. Сплошная фантазия. Мне даже интересно, Какой будет конец. Да. Вот и меня Этот бред просто завораживает. Мне необходимо выпить. Фред, будь так любезен. Кому ещё? Кэрк? Папа? Никому не позволяй Перебивать себя, Сар. Право же это захватывающе интересно. Занятнее, чем ночное Эстрадное обозрение. И я, вероятно, Смотрела бы его сейчас По телевизору, Не будь тебя здесь. Если её когда-нибудь Утомит газетная работа, Она сделает карьеру, Как выдающаяся романистка. Сара, выпьем. У меня ещё полный. Продолжай, продолжай. К несчастью для вас Оливарес оказался Честным человеком И патриотом. И вы не сумели Подкупить его, Даже подсунув ему Барби. Господи, Джерри, Это же невозможно. Когда он узнал От своего правительства, Кто этот американец, У которого конфисковали ранчо, То, безусловно, Заподозрил что-то неладное. Вероятно, по нему Это было видно, И вы встревожились. Вот тут-то должно быть Кэрк и совершил Роковую оплошность. Итак, Кэрк, Ты совершил ошибку. Я не понимаю, о чём ты. Какую ошибку? Так-таки не понимаешь? Нет. Ты подумал, что если Оливарес не захочет Действовать по вашей указке, У тебя у самого Могут быть неприятности. И ты решил перестраховаться. Для того и пошёл к Тому. Кэрк? Да, Джерри. А ты не знал? Кэрк действовал на два фронта. Он мне сам рассказывал, Что убеждал Тома Написать статью, В которой доказывалось бы, Что в затягивании переговоров Повинен Оливарес. Он надеялся, видно, Что Том поверит, Будто Оливарес Подкуплен генералом Сильвестра И потому делает всё, Чтобы новое правительство Не получило займа. Да, Это правильно. Я именно так и думал. И понятное дело, Я хотел, чтобы Оливарес Был разоблачён. Если бы Том попался На твою удочку, Если бы он поставил Под сомнение Лояльность Оливареса, Тот был бы дискредитирован. Ведь в Вашингтоне Том пользовался Всеобщим уважением, Как честный И добросовестный журналист. И как бы потом Оливарес не старался Доказать свою невиновность, Ничего бы ему не помогло. И вернее всего, Потагвайское правительство Его отозвало бы. Переговоры зашли бы в тупик. Вопрос о твоём ранчо, Джерри, Сразу бы потерял остроту, А сам Кэрк Избежал бы возможных осложнений. Ну что ты будешь делать С этой женщиной? Как она всё выворачивает? Но в одном Ты просчитался, Кэрк. Ты недооценил Профессиональной честности Тома. Вы с ним были приятели, Это так. Но он ни за что бы Не опубликовал в печати Выдвинутую тобою версию, Не дав предварительно Твоей жертве Возможности оправдаться. Вот он и пригласил Артура позавтракать с ним. Выслушал его И поверил не тебе, А ему. Как же вы все переполошились. Этель права. У тебя форменная неврастения. А то может быть что-нибудь и похуже. Больше тебе уже нечем крыть, да? Довод слабоватый. Когда мы найдём Оливареса, Всё выйдет наружу. В своём последнем письме Том писал мне, Что напал на след документа, Который всё прояснит. Должно быть, вы обезумели от страха, Когда почуяли, что Том Обо всём догадывается. Да, может быть, Он и сам вам об этом сказал. Это было так похоже на Тома. Заранее предупредить людей, Которых он когда-то считал Своими друзьями. Ну, а вы, разумеется, Между собой обсудили. И так как Том для вас был опасен, Решили его убрать. Что она говорит? Вот и всё. Кто ещё хочет выпить? Фред. Ты что, напиться решил? Ну, ему действительно необходимо выпить. Видимо, до него только сейчас дошло, Как всё это происходило на самом деле. Так вот, Убийце прежде всего надо было решить, Как всё это проделать. Убить Тома у него же в доме Слишком рискованно. Значит, ясное дело, Надо зазвать его сюда. Но опять-таки нельзя, Чтобы Том умер здесь у вас. Надо найти какое-то Медленно действующее средство, Чтобы смерть наступила уже после того, Как Том отсюда уйдёт. И чтобы всё это выглядело Как результат несчастного случая. Это не послышал. Да, да, вот тут-то убийцу осенила Блестящая идея. Столбняк. Все знали, Что как раз незадолго перед этим Ваш садовник болел столбняком. У вас в семье, разумеется, Было немало разговоров Об особенностях этой инфекции. Да, действительно. Да, да, да. И одному из вас было известно, Что если ввести столбнячную бациллу В большом количестве прямо в кровь, То жертва уже не спасёт Обычная доза сыворотки. Правильно я говорю, Фред? Ты мне не веришь, Сара? Ты думаешь, что я... Что ни говори, Только ты один знал, Какая именно инъекция была сделана Тому. Возможно, ты воспользовался случаем, Чтобы отомстить одному из бывших любовников Своей жены? Что ты... Ты думаешь, что говоришь? Правда, Том был в твоей жизни Никки всего лишь случайным эпизодом, Но Фред вполне мог подумать, Что у вас возобновился роман И, загоревшись местью, Поддаться внезапному искушению. Не говори пошлости, Сара. Фред – благовоспитанный человек. Ну, сколько известно случаев, Этель, Когда благовоспитанные люди Становились убийцами, Если на то предоставлялась возможность. Загановить всё это. Но, с другой стороны, Чтобы пойти на убийство, Человек должен быть, по крайней мере, Эгоцентричным И, к тому же, весьма решительным. А Фред – натура совсем не такая сильная И страстная, чтобы во имя мести Рисковать всем. Да и потом, вряд ли он до сих пор Влюблён в Никки После стольких лет совместной жизни. Сара! Это что это такое? Это что это такое? Сара! В таком случае, чего ради было ему убивать, Я припомнила три классических вопроса, Которые ставит перед собой следствие. Возможности, средства, мотивы. Возможности и средства у Фреда были, Но вот мотивы – нет. Ну, довольно испытывать наше терпение. Ты и так отняла у нас массу времени. Если ты вообразил, что тебе что-то известно, Выкладывай, пожалуйста, выкладывай. Да, да, мне кое-что известно. Ну? Скажем насчёт агара-агара. А? Что это? Фред объяснил мне, Как приготовляется культура Стопднячной бациллы. Берётся некоторое количество Этой самой бациллы, А она есть в удобрении, Которое применял ваш садовник. Помещается в бутылочку с агар-агаром, И через три дня к вашим услугам Смертоносное зелье. Верно я говорю, Фред? А этот самый агар-агар, Студенистая масса из морских водорослей, Ввозится из Юго-Восточной Азии. А там его употребляют в пищу. Этель, Ты сегодня сама рассказывала мне о том, Что вы выписываете для своего повара Банки со специями из Джакарты. В одной из них был агар-агар. Ах, вот какую змею мы пригрели у себя на груди. А, Ники, и на какой пышной груди. Да как она смеет. Да, я даже раздумывала, А не таилась ли в этой самой груди страсть, Которая привела Тома к гибели. Ведь как жена врача, Ты знаешь, как приготовить культуру Столбнячной бациллы. Надо заставить её молчать. Да, но для убийства надо побольше Изобретательности, чем у тебя. И всё-таки ты тоже приложил эту руку. Это твоя прогулка по саду с Артура. Как ты смеешь? А, я уверена, Фреду о ней известно, Так что я не открываю ничьих секретов. Да и вообще я не собираюсь деликатничать. Впрочем, не хочу быть к тебе несправедливой. Вряд ли ты ставила себе целью Отбить у дочери возлюбленного. Да, я предпочитаю думать, Что дело не в этом. Ты знала, как важны для Джерри Отношения с Элеваросом. И очень встревожилась, Когда он к вам переменился. Ну, вот у тебя и возникла мыслишка, Что Барби не сумела удержать его. И что тебе скорее, чем ей удастся Сохранить его для семейства Чиверов. Сара, мерзовка! Мама! Ники, Ники, что ты делаешь? Боби, стопа! Боби, стопа! Боби, стопа! Ну, хорошо, тогда ухожу я! Ники! А я всё-таки недооценила Ники. Значит, в ней есть кое-какая сила. Сара, изменяться перед тобой за Ники я не намерена. У меня у самой чешутся руки, Чтоб дать тебе по физиономии. Ну, у тебя на каждом пальце по бриллианту. Это же форменное орудие уничтожения. Не помешает. Нет уж, Этель, пожалуйста, не надо. Дай мне ещё две минуты, чтобы докончить. Это будет, пожалуй, самое разумное. Потому что теперь я хочу показать, до чего хитроумно действовал убийца. Подмешал Тому в виски снотворное. Потом вышел в сад и стал его поджидать. Несколько раз включал карманный фонарик, Чтобы Том пошёл на свет и наткнулся на розовые кусты. Держал на готове шприц. Нужно обладать недюжиной изобретательностью, Чтобы до такого додуматься. А царапать Тому руку выше запястья, В расчёте на то, что никто не догадается сразу заглянуть ему под рукав. А потом вспрыснуть в середину царапины большую дозу столбнячной бациллы. Вот тут опять пригодился карманный фонарик. Да. Весь план был тщательно разработан. Здесь явно действовал человек, Привыкший продумывать заранее всё до последней мелочи. Послушай-ка, я в последний раз предупреждаю. Подумай, что ты говоришь. Дай мне договорить, Кэрк. Сперва у меня мелькнула мысль, может быть, убийца ты? Что? Ведь ты же выходил в сад, якобы для того, чтобы поискать Тома. А Никки с Артурой обнаружили его уже позднее. Вот я и решила, расскажу тебе откровенно о своих подозрениях. Может быть, ты чем-нибудь выдашь в себя. Но по тебе ничего не было видно. Тогда я сопоставила факты и поняла. Нет. Кэрк Норвин чересчур осторожен, чтобы пойти на такой риск, как убийство. Джерри и Фреда на это тоже не хватило бы. Тут требовалась министерская голова и железная хватка. Значит, остаюсь я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот что, Сара, всё, что ты говорила, прям забавно. Я готова дослушать до конца, но только прошу, покороче. Мне пора в постель, я совершенно измотана. Ещё бы, Этель. Снотворное тебя не берёт, так ведь? Кстати, что ты подмешала Тому в виски, когда стояла с ним в баре? Тоже снотворное, какое принимаешь сама? Ну, знаешь. И всё-таки не следовало бы тебе говорить всем вокруг, что Том напился. Кэрк догадался, в чём дело. И Том тоже. И именно эта твоя ложь насторожила и меня. И ещё эта сплетня, будто я порвала с Томом. Тебе просто хотелось в это верить, не правда ли? Ты надеялась, что я не приеду в Вашингтон? Для чего же мне бередить старую рану и задавать людям щекотливые вопросы? Фантазия у тебя богатая, но не кажется ли тебе, что всё это притянуто за уши? Всё, что нужно, Этель, было у тебя под рукой. Ведь во время приступа астмы ты сама вводишь в себе адреналин. Значит, у тебя есть шприц, и ты умеешь делать подкожные инъекции. Взять у Пеланга одну из жестянок с агар-агаром тебе проще, чем кому бы то ни было. Словом, все средства убийства были в твоём распоряжении. Нужен был только удобный случай. Ты и об этом позаботилась. Ведь это ты поручила Джерри вывести Тома в тёмный сад, когда на него уже начало действовать снотворное. И сама туда вышла? А чтобы тебя не заметили, накинуло тёмное пальто. Но как раз перед тем, как ты толкнула Тома на розовые кусты, пальто распахнулось. Вот в этот момент Том и увидел какие-то блики. Может, это сверкнул твой парчёвый жакет, когда на него упал свет из окон? Ты прихватила с собой карманный фонарик, чтобы посветить, когда будешь делать укол. Прихорошенький золотой фонарик в форме карандаша. Да, потому-то тебе, разумеется, и захотелось от него избавиться. Вот ты и подарила его Керку на Рождество. Что? Опять ты говоришь глупости. Ступай домой, Сара. С меня довольна. Давайте всё допьём и покроватим. Я тоже устала, Этель. Очень устала. Конечно, вы можете разойтись. Удержать вас я не в силах. Но тогда меня выслушают в другом месте. Так что вам прямой смысл дослушать до конца. Ты, Этель, ловкая и толковая женщина. И убийство организовала ловко. Тебе пригодилась, правда, и то, что в войну ты добровольно работала в госпитале. Как-никак медицинская практика. Должно быть, все кругом восхищались. До чего же ты благородно поступила, вызвавшись ухаживать за Томом, пока для него не подыщут сиделку. А на самом деле ты боялась? Вдруг сыворотка, которую Тому ввёл Фред, всё-таки окажет действие, и Том в конце концов выкарабкается. И не воспользовалась ли ты моментом, когда Том уснул под действием морфия, чтобы вспрыснуть ему столбнячную бациллу ещё разок, для пущей верности. Джерри, что она говорит? Это так на тебя похоже. Никогда ничего не оставлять на волю случая. В общем, ты чувствовала себя в полной безопасности. Лечил Тома твой собственный сын. Так что, если бы у него и возникли какие-нибудь подозрения, он держал бы их при себе. На молчание Джерри ты, безусловно, могла рассчитывать. Ну а ты, Кэрк, ты ведь тоже догадывался, в чём дело, а? Не потому ли ты решил всё валить на Оливароса? Не мог же ты испортить детель всю музыку? Вы все одной верёвочкой связаны. Вот вы все и вступили в молчаливый сговор, чтобы прикрыть пустоту и продажность вашего мира. Ради этого вы согласны смотреть сквозь пальцы на что угодно, даже на убийство. Ерунда какая-то, вздор. Это же высосано из пальца. Ну, у Кэрка или у меня ещё могли быть какие-то причины бояться Тома, но у Этель... Как раз тебе, Джерри, этого объяснять не приходится. Ты же лучше всех знаешь, в чём для Этель смысл жизни. Ей необходима известность, только не скандальная, а всеобщее признание. И чтобы она могла воображать себя этой влиятельной личностью, делающей за кулисами высокую политику. Твои приёмы, Этель, твой рыжий парик, твои бриллианты, твои фантастические одеяния – всё это выдает тебя с головой. А скандалы и заранчо, а может даже расследование в одной из комиссий Конгресса и судебный процесс, ведь это означало бы для тебя полный крах. Тогда уж прощай всё – и престиж, и приёмы, и популярность, и бесплатная реклама, и влиятельные друзья. Я… Именно это я и выдвину в своей статье как мотив убийства. Знаешь, Сара, я думаю, что ты не напишешь этой статьи. Я даже в этом уверена. Что? Не волнуйся, милый. Она не сможет причинить нам никакого вреда. Да, Этель, Джерри понял тебя. И я тоже. Я видела, какие у тебя были глаза во время нашего разговора в столовой. Ты, разумеется, почувствовала, что я могу докопаться до истины и поднять большой шум. Этому надо было воспрепятствовать любой ценой. Подмешать мне что-нибудь в виски и дело с концом. А если потом, уже дома, меня найдут мёртвой и установят, что причина смерти – отравление каким-нибудь самым обычным ядом, вот будет красота. Тогда ты сможешь с горестным видом говорить знакомым. Бедная девочка, она была так ужасно подавлена, просто не в себе. Мы все это заметили. Я боялась, как бы она не наложила на себя руки. Так оно и вышло. Удобный был бы выход, а, Этель? И устроить всё это было несложно. Разговор по душам в салоне, когда гости уже разойдутся. Переносной бар. Кроме меня шотландского виски здесь никто не пьёт. Так что можно, ничем не рискуя, что-нибудь подмешать в бутылку, из которой мне будут наливать какое-нибудь твоё снотворное, ну, хотя бы один из барбитуратов, предварительно растворив его. Словом, то же самое, что ты подмешала Тому, только на этот раз смертельную дозу, и виски налить побольше, чтобы я не почувствовала привкуса. Тебе даже не пришлось бы наливать самой, а траву мне подал бы кто-нибудь другой, так что никому и в голову бы не пришло заподозрить тебя. Ну, а потом ты, конечно, уничтожила бы и стакан, и бутылку. Сара! Не волнуйся, Барби, я ведь только делала вид, будто пью. Надо сохранить его для полиции, бутылку тоже. Нет, тебе не удастся сделать этого. Сара! Опомнись, опомнись, Этель! Убери, что ты делаешь? Ах ты трёх! Ты что, дошни и уйти, она же нас погубит. Итак, что же последует теперь? Я тоже должна буду уколоться о розовый куст? Вы не решили? Тогда я, пожалуй, попробую уйти. До свидания, господа! Лучше прощай, Сара! Лучше прощай, Сара! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова